Александр, у меня вопрос. Давай. Зачем ты прием Василевского? Соскакиваем. Тут я не смогу ответить. Что, поехали? Саша, от кого у тебя сейчас встречный вопрос с Магомедом появился про Вячеслава? Почему? Да я просто не понял вообще его присутствие. И его попытки перетянуть на себя какое-то внимание, для чего, мне еще не понятно. Вы разогрете? Как Владимир Хронов, я так понимаю, на ваш бой попутал. Смешно, честно. Как тебе пресс-конференция? Я уже Магомеду задавал этот вопрос, ты вошел на нее со словами, что Магомед тебя в каких-то моментах раздражает, и мне говорят, ты показался в этот момент серьезным, плюс ты по ходу пресс-конференции упомянул, что Мага не умеет дружить с людьми, которым он проиграл, такой тоже панчет Владимира Минеева раньше был. Насколько действительно эти моменты всерьез тебя как-то могут раздражать? Да я не скажу, что раздражает. Мне вообще на самом деле не нравится вот эта клоунада. Понимаешь, я никогда не нравилась. Это не касаемо боя, не боя, поэтому я в этой клоунаде участвовать не хочу. И я не участвую в ней. Вот и все. Клоунада это что именно? Ну вся вот эта вот, понимаешь, Мага себя окружил такими любителями пошутить, пообниматься, что-то посмеяться непонятно над чем. Я более серьезный человек. Или как сказал Вячеслав Василевский, угромый. Ну это, понимаешь, какую-то очередную глупость Вячеслава комментируешь. Слушай, ну вот по поводу Василевского, вот объясните, почему вам бой с ним не интересен? Ну два боя было. Как его нужно побеждать? Ну ты же видишь на пресс-конференции, он придумывает какие-то раздельные решения. Первый бой, было два судья дали мне победу, один сдал ничего. Это где раздельное решение? Это раздельно называется? Называется majority decision. Большое слово. Да, понимаешь? То есть он сам, не владея информацией, подменяет ее, несет какую-то чушь. Во втором бою он сдался, то есть признал свое поражение. Я его спрашиваю, ты признал? Нет, я не признал. Я и за слово не хочу даже повторять. В туалет он там ходит постоянно. Понимаешь? Ну что потом? Убить в славу нужно в ринге. Я уже что-то говорил. Зачем? Мне его жизнь не нужна. Пусть живет. Радуй своих детей. Александр, сейчас Андрей Корешков в интервью мне сказал, что он подрался бы с Василевским в 77. Как вам этот бой? Ну не знаю, если Андрей сказал. Почему нет? Андрей для меня фаворит в этом бою. Вот и все. С кем у него сейчас бой будет, кстати? Ну пока мы не можем раскрыть это, потому что мы только сегодня объявили дату. Вернее, не то, что дату, а то, что Андрей будет драться. И у нас есть кандидатура, сейчас все будут формальности уважены, и мы сразу же ее, как сказать, объявим. Бразильцы или российские боются? Ну, нам хотелось бы, конечно, чтобы это был иностранец. Нам хотелось. Понимаешь, они же всегда найдут, что сказать. Зачем? Я не вижу смысла. В любом случае. Подерешься с этим, вот посмотри на славу. Сначала было раздельно, хотя его не было. Выдумка, да? Второй раз он тут, оказывается, вышел не за тем, а за этим. И там то, и не постучал, и все. Конечно, всю жизнь можно все, если захотеть, можно все оправдать. А зачем? Александр, вы сказали, что это не совсем правильно заглядывать за поединок. Но вы также сказали, что вы думали о том, чтобы выступить в боксе. Если вы думали об этом, с кем бы вы провели поединок по правилам бокса? Ну, смотри, ну, у меня на самом деле от РНТВ были предложения, просто они не очень меня устроили. Были предложения, ну, я не буду говорить, кого, но прям смешные. Ну, смешные людей, но это прям вообще из поп-эмма людей. А, не из мира спорта. Не, ну, они из мира спорта, какого-то поп-спорта, понимаешь? Ну, это, ну, реально, я считаю, что это уже, ну, как-то, не тот уровень для себя. Понимаешь? То есть, ну, например, тот же Мага, он подрался с Дурадолой, да? Ну, это нормальный поединок. Это адекватный, спортивный. Он же не дрался с кем-то из поп-эмма. А вот Тимур Никулин из поп-эмма, но при этом показал достаточно конкурентный поединок с Бекрёвым. С кем? Кто такой Бекрёв? Он у нас мастер спорта по боксу хотя бы? Нет. Он даже КМС Зачем? Я не понимаю. Поэтому, ну, мы все прекрасно понимаем, что для того же Никулина это отличный шанс. Он его использует. Но, когда профессиональные спортсмены, им это зачем? Мне непонятно. Саша, вот вы дерётесь на телеканале РЕН-ТВ и вообще у боёв на этом телеканале не самая такая гладкая что-ли репутация. Даже взять бой Маги с Дурадолой потом все обсуждали, что договорняк. Да и почти каждый бой обсуждают, что... Ну, я так не считаю. И что? Ну, про договорняк. Не смущает это репутация телеканала, на котором ты будешь выступать? Да какая разница? Главное, кто ты по жизни. Понимаешь? То есть, я тебе ещё раз хочу сказать. Если ты по жизни сам вот такой весь грязный или ты по жизни клоун, серьёзным ты никогда не станешь. И наоборот. Если ты по жизни нормальный человек, какая разница? Тебя не испортит обстановка. Ты таким и останешься. Поэтому здесь, ну, что мы можем говорить? Ну, да, кто-то здесь выступает. Во-первых, мы дерёмся не в бойцовском клубе РЕН-ТВ по боксу, а дерёмся в РСС. И то, что РЕН-ТВ покажет этот ивент, это же ни на что не повлияет вообще. То есть, там это полностью будет делать точно так же, как и раньше РСС. В чём проблема? Наоборот, у РЕН-ТВ, я считаю, очень большой медиа-охват. И им нужны такие противостояния. Нужны серьёзные турниры. Вот и всё. Александр, ну вот вчера вот, скажем, была поднята тема. Вот какое у вас отношение к Анатолию Токову? Отлично. Ну, скажите вы мне, вот здесь же последний вопрос, покажите мне хоть одно интервью, где я его поливал грязью. Хоть одно. Я же всем вам давал в основном. Но есть такое, честно? Но есть, наверное, имелось в виду, что может быть немножко принижаешь значимость победы Анатолия в вашем поединке. Подожди, я, по-моему, Илья у тебя видел, вот жалко, что поздно, где Фёдор говорил, что я не топ и что меня нокаутируют. Это было большое интервью с флэером. Это было перед октября. Ну смотри, что он меня нокаутирует, этот нокаутирую, он думал. Понимаешь? Нет, а что я принизил? Нет, а что я принизил? Смотри, меня спросили, что Мусаси в этом поединке выиграет. Ну извините меня, я считаю, что Мусаси в этом поединке выиграет. Я могу ошибаться, но подготовиться лучше, пускай выиграет. Но это не значит, что я буду болеть в этом бою за Мусаси. Или как Слава перед боем со мной поеду ему помочь поготовиться с Мусаси. Нет, конечно. Но пойми, я эксперт. Меня спрашивают как эксперта. Я не могу заниматься лизоблюдством еще какими-то этим. Я хорошо к то ли отношусь. Вот и все. Но хоть и раз, чтобы я хоть слово сказал. Я считаю, это беспочвенные, знаешь, какие-то вообще непонятные. И Федору, человеку с его, знаешь, его статусе нужно как-то больше следить за словами, мне кажется. Потому что, ну тут же легко можно проверить. Ну где я поливал грязью? Ну хотя, если он для меня не фаворит, это поливание грязью, ну блин, Мусаси, я считаю, сильнее. Мне казалось, что он просто говорил в контексте именно вашего боя. Я помню, был период, когда ты, например, мог сказать, что вот после вашего боя с Анатолием, что ты дал ему, так скажем, путевку, там, дорогу дальше. А я не дал. Ну, может быть, это как раз... А мне кажется, даже, может, другое имеется в виду, что вы говорите, что вы ожидали большего от Токова, не такого рационального введения боя, то есть, что у вас там будет зрелищная заруба, но... ожидал, ну да. Ну, не ожидал. Так Федор сам, наверное, не ожидал от Толи, когда говорил, что он считал, что он выиграет в втором раунде нокаутом. Был там близок Толи к нокауту, ну честно. Но я думаю, нет, он даже не планировал вообще драться. То есть, планировал вот так вот вести бой, как он вел. Вот и все. Александр, вы не думали с Федором просто звониться и все владеть? Я ему звонил. У меня нет его номера. Понимаешь, вот давай прямо сейчас, опять же. Смотри, я сегодня звонил ему, потому что у меня есть этот, даже сейчас, вот Федор Емеляенко. Он меняет телефон, я не могу ему дозвониться. Понимаешь, он мне может позвонить. Я телефон не меняю и не менял, и вы это подтвердите. Спокойно берешь, звонишь, я беру труп, когда у меня есть на это время. Но ему дозвонить, попробуйте вы позвонить ему. Вы не дозвонитесь ему. И понимаешь, и мне говорят, то есть, смотри, как тоже вот абсурд. То есть, ты не прав, ты нам не набрал, не позвонил. А как я могу это сделать? Я вот сейчас, я звонил, вот видишь, он вызвал, я звонил, свидетель Андрея. Понимаешь, я звонил, хотел поговорить с человеком. Потому что я знал, что здесь будут вопросы. Но я не могу это сделать. А он со мной не разговаривает, он их задает. Вернее, он комментирует, причем еще, знаешь, предъявляет мне очень серьезные вещи. Но ни в коем случае сразу хочу для хейтеров сказать, ребят, я никогда в жизни не принижал Федора как спортсмена, никогда с ним не зарубался. Мне до его карьеры никогда не дорасти уже, нереально повторить то, что сделал он. И я никогда этого не делал. Но с точки зрения общественного деятеля, я могу ему сделать замечание. Так ведь? Потому что любой из вас может подойти ко мне и сказать, ты как для общего, для нашего, плохо стараешься, ты делаешь неправильно. Попробуй сделать вот так. Все, мы это обсудим, поговорим. А когда говорить там еще какие-то громкие слова про совесть, я вообще вот это я честно не понял. Прикол в том, что он же не сказал ничего. Он же нам не рассказал, в чем там совесть-то я задел. Получается, это второй Емельяненко, которому ты звонишь за последние два года? Ну, первый взял трубку. Первый взял трубку и без проблем мы с ним поговорили, все решили и вспомни, у нас все, умерла история. Я хотел здесь сделать точно так же. Я при вас это готов сделать. дайте трубку, позвоните, я поговорю. Я не могу это сделать. Понимаете, меня из списка вычеркнули. У меня был телефон, но он поменялся и стал другим. А если бы разговор бы состоялся, то в каком ключе бы он пошел? То есть, вы бы с чего бы начали? Ну, в первую очередь, мне интересно очень было бы услышать, вот лично, может быть, очень интересно, где я поливал грязи и что у меня лично есть к Федору. Хоть одну. Вспомните ситуацию, где Федора не поддержал. Хоть одну. Где я сказал за него плохо? Хоть раз. Я публично. Покажите мне хоть одного человека из команды, когда у Федора была сложная ситуация с детскими боями, когда на него присыпалась грязь. Где хоть один человек из команды, взявший камеру, как блогер, как я, да? я блогер, и сказал, Федор, мы с тобой. Если что, дай знать, мы будем друг в любом месте. Возьмите, откройте, это же есть. Это все в открытом доступе. А знаешь, а потом вот так вот говорить, что что-то, ну, на чем они основываются, я вообще не знаю. Понимаешь, для меня это само был шок. Я честно смотрел, особенно, когда сказал про личное. что личное это вообще? Когда в жизни у меня личное что-то было с Федором? Никогда. Понимаешь, я, ну, что-то говорить. Последний вопрос, ребят. Знаешь, я просто добавлю, самый прикол, что, согласитесь со мной, вот как Федор стал блогером, да, так же, как и я, потому что он говорит, что я блогер, потому что даю вам это интервью. То есть, я получается, сейчас я что делаю? Занимаюсь блогингом, да? То есть, я сейчас даю блог, блог снимаю свой. Но, надо Федору объяснить, что это не блог. Но если он считает, что это блог, то он тоже блогер. И, как блогер, вот, ему просто хотелось сказать. То есть, он должен сейчас взять и пояснить, по идее. Я, мне сложно ответить. Я не говорю, я нигде перерыл все интервью, честно говорю, чтобы ему сказать, где хоть раз Толю грязью полевал или кого-то из его команды. Ну, просто интересно. Ну, где? Я думаю, любой из вас. Но скажите, вы журналисты, вы же видите. Но не было такого. Но если, смотря, как интерпретировать с той стороны твои высказывания. Грязь. 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 Мы берем про грязь, а про совесть. В чем я не совестливый человек? Тоже интересно очень. Ну, просто не знаю, смотри, давайте вот сейчас я еще скажу, сейчас не к Федору. Вот скажите мне, бойца, который лучше всего по-человечески относится к журналистам. Или кто, кто трубки берет, кто отвечает за свои слова, если договорился, делай. Ну, ты же сам это отмечал. Понимаешь? А другие почему-то считают, что они звезды, и вы должны за ними бегать и чуть ли им не ковровую дорожку выстилать. Вот я так не делаю, и за это меня почему-то бойцы не любят, потому что я, может быть, ломаю систему, может быть, должны журналисты их выпрашивать, может быть, им деньги давать, чтобы они открывали свой рот. Но это же неправильно, согласись. Ты должен по-человечески всегда оставаться человеком. А потом, когда ты остаешься всегда, это мой главный девиз, оставайся человеком, будь человеком в любой ситуации. тебе говорят, что у тебя недостаточно совести. И ты думаешь, блин, куда я попал? Понимаешь? Вот так.